Глава Чувашии провел в Москве ряд важных встреч. На традиционной планерке Михаил Игнатьев рассказал о достигнутых договоренностях. Хороших результатов принес разговор с министром финансов России Антоном Силуановым. Республике необходимо было в этом году погасить кредит, выделенный на частичное сокращение дефицита бюджета. Удалось договориться о реструктуризации долга. То, что мы на засуху в 2010 году получали бюджетный кредит 32,8 млн. рублей, потом на монопрофильные муниципальные образования, то есть моногорода 422,3 млн. рублей, на БОС. И только вот здесь сумма 725,1 млн. рублей будет пролонгирована 20 лет. Первые 10 лет мы ничего не будем платить, амнистия нулевая. Последующие 10 лет, там уже по графику будем платить. Таким образом, нагрузка на бюджет республики уменьшилась на 1 млрд. рублей. Средства будут направлены на реализацию социальных обязательств. Чувашия может стать пилотным проектом по опробированию механизмов доступного арендного жилья и жилья экономического класса. Этот вопрос обсуждался при встрече Михаила Игнатьева с заместителем министра регионального развития Российской Федерации Владимиром Коганом. Его заинтересовала наша программа по формированию Государственного жилищного фонда. Михаил Игнатьев рассказал, что в дальнейшем предполагается продажа квартир нанимателям, а вырученные средства вновь направят на строительство жилья. Но на сегодняшний день не выкуплена ни одна квартира, поскольку не проработан механизм продажи. Поручение правительству республики решить этот вопрос в ближайшее время. Фирмы «Юрма», «Букет Чуваши» и «Путь Ильича» не могут получить кредит на общую сумму чуть менее 1 миллиарда рублей. Причина руководителям предприятий непонятна. «Южный» на 100% работает, а «Аллатрис комбикормный» 100%. Четыре цеха в этом году, пять цехов по 100 тысяч голов на лапсарской площадке запустил. Через 2-3 месяца новоубойный цех запущу. На каждый из них я получил миллиард 400 кредитов. Залог у меня 5 миллиардов. Но что еще от меня нужно? Поскольку объект сдан в эксплуатацию, не имеется средств на приобретение КРС, мы уже провели работу, мы заключили соответствующие договора, оплатили 10% собственных средств, но не можем получить кредитные средства. К счастью, решение по всем вопросам уже принято. В Москве Михаил Игнатьев встретился с председателем правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Руководителем организации осталось исправить некоторые упущения. Агрофирма «Путильяча», к примеру, забыла отчитаться по предыдущему проекту. Россельхозбанк и далее намерен участвовать в крупных инвестиционных проектах, реализуемых в Чувашии. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.